Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео хочу показать вам свой небольшой заказик по 10 каталогу Фоберлик. Начну с менее интересного. Это средство для дома. Знаю, что немногие хотят об этом слышать. Но я скажу буквально пару слов. Мне, как новичку, то есть я заново регистрируюсь, я проходила шаги, и еще месяца 4 назад мне доложили гель для очищения туалета, очищающий гель, господи, как его еще назвать. И пришел он мне спустя 4 месяца уже в обновленной упаковке. Наконец-то появилась вкладка по старым ценам, и за 60 рублей я его получила. Буду пробовать. Интересно. Раньше он мне нравился. Самый его большой плюс, что он совершенно никак не пах. То есть даже если в доме есть животные, у которых очень острый нюх, дети, то у вас не будет все это благоухать на всю квартиру. И то есть вот совершенное отсутствие запаха для меня просто это огромный плюс. К тому же он хорошо работает, но он супер жидкий и неэкономичный прям вообще никак. Посмотрим, как будет новенький, но я вижу, что он все равно такой же жидкий. Главное, чтобы работал ничуть не хуже. Для каких-то устаревших загрязнений не подойдет. А просто, скажем так, сделать стандартную уборку. Ну, в принципе, нормальный продукт. Мне нравится. Решила я взять пробники. Появился новый порошок. Цена, конечно, кусачая. И, ну, порошки вот эти у всех разное мнение. Стоит своих денег, не стоит. Кто-то, говорит, вообще не отстирывает. Кто-то, говорит, отстирывает. У всех свое мнение. Мне порошки Фаберлик нравятся. Да, я считаю, что цена завышена. Но, когда нужно постирать руками, я обязательно возьму порошок именно от Фаберлик. Потому что он более щадящий относится к коже рук. Взяла я два пробника. Наверное, да, здесь каждый пробник ровно на один раз, судя по количеству. 25 рублей стоил. Здесь сколько у нас грамм? 40 грамм идет. 40 грамм это для средних загрязнений. Если у вас машинка не 4,5 килограмма. У меня машинка 3 килограмма. Поэтому, в принципе, мне здесь даже на 3 раза хватит. Если их, конечно, можно смешивать. Ну, я думаю, можно. Дальше. Если кто-то уже пользовался, напишите, пожалуйста. Я бы видела всего два, по-моему, обзора у своих девочек, кому я прям доверяю. И будет очень интересно послушать ваше мнение по поводу этого продукта. Потому что цена стала больше, а вес все тот же. Дальше я очень-очень хотела купить вот этот мусс для тела. Но его, блин, нет в наличии. Именно тогда, когда я его распробовала и безумно полюбила. Он очень быстро впитывается. Он не скатывается, увлажняет, питает. Потрясающе пахнет. Этот аромат не трансформируется при соприкосновении с теплой кожей. Летом даже я его использую с большим удовольствием. То есть, да, он сладкий, но не такой приторный, чтобы от него тошнило в 35-градусную жару. Очень мне нравится. Я не знаю, может сделать какой-то дозаказ, если появится. Посмотрю я следующий каталог. Он мне пришел. Если там есть по такой же цене, то я не буду делать дозаказ. А так я очень хочу дождаться наличия. И банок 5 себе взять в прозапас. Здесь 150 мл. Хватит этой баночки ненадолго. Тем более, если использовать ежедневно. К тому же я мажу все ноги. То есть, от пяток до бедра. Вот так вот. Что-то я прям зависаю. Дальше уже более-менее, наверное, интересная покупка. По крайней мере, для меня я взяла последний. Я хотела взять два, но у меня не получилось. Это косметичка-мешок. 249 рублей. Цена 199 рублей для меня. Я пошуршу. Не стала из пакета вытаскивать, чтобы прям сразу показать, в каком виде это все приходит. И давайте я сейчас это все распакую. Хотела сделать за кадром. На самом деле, здесь держится все вот буквально на одной липучке в виде скотча. И очень странно запаковали. Он мягенький. Я не ожидала, что он будет таким плотным. То есть, как будто бы внутри есть какая-то поролонка. И внутри все это выглядит вот так. Здесь есть отдельная малюсенькая косметичка, которая на кнопке. И это безумно круто. Внутри у нас что есть? Давайте я его прям выверну. Его, насколько я знаю, можно выворачивать спокойненько. Да. И внутри еще есть кармашки. Я надеюсь, это все на камере видно. С сеточкой. Брезентик. И она устойчивая. То есть, полностью как шляпка какая-то. Мне нравится. Сделано прям на совесть. Тем более, за 200 рублей. Конечно, раньше он стоил 500 рублей. И этих денег, блин, косметичка, мне кажется, не должна столько стоить. Тем более, многие бренды дают их просто в подарок. А вот за 200 очень-очень даже круто. Давайте, чтобы не потерять. То есть, если куда-то едете, сюда можно сложить, например, ватные диски и ватные палочки. Чтобы они были в отдельном пакетике, хотелось сказать. Ну, в отдельном кармашке. Ничего никуда не выпадало. Все-таки это средство личное. Гиены. И, блин, ну это реально круто. Я очень довольна. Надеюсь, еще в наличии появится. И я возьму еще на подарочки. Крутая. Крутая прям. Мне нравится. У меня с этой линейки есть сумочка маленькая. Я вам ее уже показываю. Если кто не видел, то ссылку на это видео я оставлю в прикрепленных сообщениях. Либо же в описании. Вот такая штука. И тот продукт, который не всем интересен, это я взяла футболки для своей мамы. Обошлись они мне. Сейчас вообще скажу, насколько у меня заказ вышел. Заказ у меня вышел на 2713 рублей. Футболки были по 559 рублей в разделе распродажи. Я взяла для своей мамы, взяла размер прям побольше, потому что у нее, к сожалению, вышла грыжа, и которую ей нельзя удалять. Но ее видно. Она в районе желудка. И она сейчас носит где-то на размер на 2 больше, чтобы ее не было хоть как-то, ну чтобы ее не выделять. Извиняюсь за подробности, но размеры по размерам, я не знаю, я постараюсь, если мама разрешит себя обмерить, и я напишу ее параметры. Если я параметры не напишу, значит не разрешила, либо же я забыла. Мы увидимся просто на этой неделе, хоть мы и живем за 400 километров друг от друга. Ну вот я и отвезу, она померит, и если ее все устроит, я оставлю, если нет, то я буду оформлять возврат. Возврат Фаберлике 2 недели. Я где-то говорила, что 20 дней, это было раньше, сегодня прям уточнила. И девочки мне ранее писали, что да, действительно 2 недели. Взяла футболку, это у нас идет трикотажная фуфайка с коротким рукавом для женщины, цвет белый, 58, 100% хлопок. Здесь артикул 526-887, это 58 размер, а 526-886, это 56 размер. Я хочу их сравнить, я сейчас обе открою и посмотрю, насколько сильно отличается вот этот вот буквально один размер. Знаете, вот этот вот 58, он действительно 58, она очень большая, прям очень. Вышивка сделана очень аккуратно, все швы, безумно приятная ткань, на лето замечательно, здесь у нас все задние швы, здесь наклейка Фаберли, как обычно у них все есть. Как тут все прострочено, как уже говорила, везде они делают вот эту вот полоску плотную хлопковую, все, что у нас здесь написано. Давай фокусируйся, вот, и это у нас 58, сверху я сейчас наложу 56 размер. Надо было разложиться где-нибудь на кровати, это было удобнее, но ладно, я решила все делать на фоне. В общем, в плечах здесь разница буквально сантиметр, то есть вот она разница с обоих сторон. По бокам здесь разница идет тоже буквально сантиметр, а вот в длину здесь, ну, 3 сантиметра примерно. В футболке действительно очень широкие, очень приятные, ни одного изъяна ни на первый, ни на второй, я их в любом случае, в общем, возвращать не буду. Я найду, куда пристроить, кому подарить. Здесь вот, правда, есть, уже углядела я ниточку какую-то. Ну, ладно, это я ножничками пройду, больше, в принципе, я косяков нигде, ага. Только я сказала, что косяков нет, берешь камеру в руки и что-нибудь да попадается. Ну, я надеюсь, это все отстирается. Да, мне пока все нравится. И еще две сейчас распакую, они немного другого вида. Еще две футболки, обе 58-го размера, белый и зеленый, а здесь очень красивый узор такой, пыльно-голубой и зелено-белый. Это выглядит намного дешевее, чем белая, но я решила все-таки зелененькую взять, я сейчас посмотрю, распакую все. Артикулы здесь 526-807, а здесь 526-882. Модель нереально просто широкая, то есть она не приталеная, будет просто так трубой. Здесь нет плечиков, это и плюс, и минус. Плюс, если вы покупаете, ну, скажем так, без примерки, потому что, ну, по плечикам чаще всего видно большая вещь или маленькая. Здесь же она довольно-таки широкому диапазону подойдет, потому что кто-то любит посвободнее, кто-то в обтяг. Прошито все на первый взгляд аккуратно. Да, пока, ну, такие только мелочи видны. Опять все прострочено. А камера передает ее более приглушенной. На самом деле она такая травянистого оттенка, поярче будет. И сейчас я распакую белую. Как я уже и говорила, белые выглядят лучше. А еще я понимаю, что моя мама в этом просто утонет. Это явно большемерка. Такие модели оверсайз. Да, теперь я поняла, почему там нет плечиков. Потому что такая по себе модель. Рисунок, кстати, он выпуклый. То есть это не просто что-то напечатанное, а он прям выпуклый и такой прорезиненный. Очень надеюсь, что машинную стирку выдержит. Хотя бы на каком-нибудь ручном режиме при 30 градусах. Посмотрим, во что это все превратится. Но возвращать пока у меня нет желания. Белые футболки мне понравились все. Зелененькое выглядит, знаете, у меня были такие футболки с детства. Ну, такие дешевенькие, откровенно говоря. Потому что дети все изляпывают. И у меня была одежда на выход. А была одежда такая, ну, просто погулять, на улице побеситься. И вот у меня есть такое впечатление, что это моя футболочка из 90-х. Выглядит она как-то, ну, не очень хорошо. Скажу честно. Здесь и оттенки более благородные. Но все-таки белый оттенок есть белый. Для меня это именно оттенок чистоты. И мне очень нравится этот принт, как смотрится здесь. Здесь это как-то все дешево, а здесь вот наоборот очень-очень хорошо. Но это мое субъективное мнение. Возможно, кто-то думает по-другому. Я просто подумала, что лето, и тут, ну, хочется все-таки красок. Но я рада, что зелененькую я взяла только одну. Была идея взять каждую футболку 56-58 размера. Но, слава богу, я сдержалась. Посмотрим, что скажет мама. Вкусы у нас, конечно, не совпадают. Но здесь у нее просто проблема, что сейчас ей нужен довольно-таки большой размер. А его не так легко найти в маленьком городе. У нее очень много одежды, дорогой, которая при этом выглядит на 500 рублей. Мы по этому поводу часто с ней спорим. Я надеюсь, здесь ей все понравится. По крайней мере, у меня претензий нет. Вот, это весь мой заказик. Вообще неожиданно маленький. Хоть и выше он почти на 3000. Но, знаете, я прям всем довольна. Футболочки, косметичка и кое-что для дома. В принципе, как по мне, так ничего лишнего. Я Фуберлик не заказывала два месяца. По-моему, май, конец апреля, начало июня. Я все отдыхала. И у Фуберлик у меня просто ничего не цепляло. А тут заказ для меня, по крайней мере, он весьма удачный. Вот. Спасибо вам огромное за просмотр. Напишите, пожалуйста, покупаете ли вы одежду Фуберлик. Особенно одежду больших размеров. Если нет, то напишите, пожалуйста, где вы ее находите. Потому что есть такая сейчас проблема. И я стараюсь как бы маме помочь в этом. Поэтому все ваши комментарии очень цены. Будут интересные и полезные. Обязательно поставьте этому видео лайк. Подпишитесь на мой канал. Буду вам безумно благодарна. И всем пока-пока.